Под урожай этого года хозяйство всех категорий засеяли зерновые культуры на площади более 46 миллионов гектар. Это не уступает цифрам показателям прошлого года. Ситуация со сбором неплохая. Урожайность на данный момент высокая, порядка 35 центнеров с гектара. В прошлом году было около 30. И уже намолочено 26,7 миллионов тонн зерна. У нас есть основания для благоприятных прогнозов. Может быть, порядка 97 миллионов тонн. А если получится, может быть, и 100-миллионный рубеж в этом году по зерну мы преодолеем. Никому не нужно объяснять, что произошло. Люди бежали от войны, из зоны боевых действий. Они пережили потрясение. Многие из них, по сути, настоящее горе, потерю близких. В России они ищут защиту и поддержку. По состоянию на 21 июля на территории нашей страны развернуто почти 400 сационарных пунктов временного размещения. Также действует 8 мобильных пунктов. По постановлениям правительства мы предусмотрели трансферты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. Объем бюджетных ассигнований более 3,5 миллиардов рублей. А в общей сложности правительствам уже выделено 4 миллиарда 940 миллионов рублей на проблему, связанную с беженцами. Сокращен срок рассмотрения заявлений о предоставлении временного убежища с 3 месяцев до 3 дней. Правительствам также принято решение о предоставлении единовременной финансовой помощи гражданам Украины, которые имеют статус беженца или временное убежище. Надеюсь, все это поможет людям пережить испытания. Мировая экономика выходит из кризиса. Все страны, в том числе и наши партнеры, ищут любые возможности для восстановления экономики и расширения своих позиций на глобальном рынке. Мы видим и усиление протекционизма, что сказывается, конечно, и на позициях наших производителей, на наших товарах, на наших компаниях. Мы не можем допустить, что кто-то поддерживает свою экономику за наш счет или нам в ущерб, а также маскирует протекционистские меры в интересах совершенно определенных компаний под санкции. К тому же делает это в противоречии со своими обязательствами. Обязательствами, которые каждая страна принимала на себя при вступлении в ВТО. Любые случаи дискриминации необходимо тщательно отслеживать, по возможности прогнозировать подобные действия. И жестко отстаивать наши законные интересы, разъяснять смысл принимаемых нами ответных мер и причины их введения. У России, как и у любой другой страны, участницы ВТО, есть право использовать механизмы этой организации для защиты своих интересов. И этим правом мы должны научиться пользоваться в полном объеме. Современных и квалифицированных рабочих сегодня остро не хватает практически во всех отраслях. Они требуются везде и в промышленности, и на транспорте, и в строительстве, и в сфере услуг. Поэтому задача воспитания рабочих кадров, мотивировки школьников выбирать такие специальности остается весьма и весьма значимой. И, конечно, нужно просто менять сложившиеся стереотипы о невысокой престижности таких профессий. Наша страна присоединилась к движению WorldSkills Competition, которая организовывает во всем мире конкурс для будущих специалистов, для тех, кто осваивает рабочие профессии. Провела национальные соревнования по профессиональному мастерству среди молодежи. И теперь готова побороться за право провести у себя чемпионат мира в 2019 году. Для подготовки заявки, которую мы должны подать, нужно будет образовать оргкомитет, который займется этой задачей.